Добрый день! На связи психолог Евгения Порошина. Сегодня небольшой эфир. Поговорим про маркетинг психологических услуг, поговорим про сложности в работе психолога, коуча. Я думала, как назвать эфир. Были мысли назвать эфир «Профессия остаться в живых». Остаются в профессии не все. Так, эфир продолжается. Надеюсь, всё нормально. Остаются в профессии не все. Профессия действительно сложная. Если мы берём психолога частной практики, то надо осваивать навыки по маркетингу, учиться привлекать клиентов, либо делегировать эту функцию. То есть надо осваивать навыки по маркетингу дополнительно, чтобы привлекать клиентов. То есть это не наёмная работа, это частное предпринимательство. Также трудности в профессии в том, что есть риск заражения психическим материалом клиента. Это мысли, чувства, образы, ощущения в теле, смыслы. То есть токсичностью можно заразиться. Если вовремя не обращаться к коллегам в свою личную, либо групповую терапию, то психолог сам травмирован. Вот они, сложности в профессии. И действительно остаются только самые стойкие те, кто любит это дело, и кто находится во взрослой позиции. Вот, поговорим об этом. Остаются в профессии не все. Это статистика. Только те, кто во взрослой позиции, кто любит это дело, кто постоянно повышает квалификацию и так далее. Вот, сегодня в школе занятия в 2 часа дня, и у меня есть минут 30-40, поэтому решила выйти к вам раз в 4 в неделю. Пока все-таки не могу выходить в эфиры. Есть желание чаще делиться. Вот, буду делиться. Я подготовила слайды, они будут в телеграм-канале. Открываю их. В школе студенты изучают маркетинг психологических услуг. И вот технология создания своего пси-проекта. Как у меня, пси-проект Европейская школа коучинга. Секрет в том, что надо это сделать. Прописать цель материальную, эмоциональную, изучить свою личную стратегию достижения чего-то, помнить про утренние ритуалы, поисследовать свой путь героя, надо будет заполнить анкету, поисследовать свой уникальный жизненный опыт, навыки и дальше выбрать клиента, себя в точке прошлого. Посмотреть, какая есть проблема у этого клиента, не выдуманная, а реальная. Составить программу, как помочь этому клиенту решить его проблему, из точки А перевести в точку Б, провести анализ конкурентов, плюсы-минусы, как сегодня помогают такому клиенту выбрать площадку, подготовить контент, дать рекламу и пригласить на бесплатный вебинар или бесплатную консультацию. Вот он, алгоритмы по маркетингу. Но часто психологи не делают этот алгоритм, либо делают, но по-своему, например, забывают про шестой пункт, это реклама. Это очень часто, поголовно, даже выпускники моей школы не дают рекламу. Или седьмой пункт, не проводят эфиры, не пишут посты системно, регулярно. А поэтому нет клиентов, то есть часто у психолога навыки хорошие, но он не занимается маркетингом своих услуг. И понятно, тут важна психическая зрелость, психическая адекватность, чтобы мы не путали. Можно быть профессионалом, мастером по маникюру, но если ты сидишь дома, и у тебя нет клиентов, ты их не привлекаешь, то дело не в навыках, а дело в том, дело в маркетинге. Важно различать. Есть навыки, а есть маркетинг. То есть важно различать и это не путать. И что я вижу у коллег, не дают рекламу. Поэтому нет клиентов. То есть должна быть взрослая позиция, да, должна быть узкая специализация, обязательно должен быть свой пси-проект. Важен профессионализм и маркетинг, и взрослая позиция. И, к сожалению, многие не дают рекламу, но и системно не дают контента людям. Люди знакомятся с нами через видео, через посты. Но видео — это быстрый способ. То есть важна взрослая геопозиция. Открываю другой слайд. И любое развитие нелинейно. Вспоминаем про кривую бандуры, есть на этой схеме. И многие психологи застревают в барьере преодоления. Я вот первый этап ямы. Многие всё, как первый год в профессии, остаются они все. И дальше, дальше. То есть вот этот этап ямы проходят не все. Должна быть крепкая психика, поддержка коллег, окружение ресурсное. Мы как банка с солёными огурцами, мы просаливаемся. И важен принцип — едим слона по частям. Но часто психологи как вот эту ямку, этап ямы не проходят. Профессия непростая. Надо быть и профессионалом, и надо осваивать навыки по маркетингу, давать рекламу. Это риски. Сможет это делать только психически здоровый человек. У кого ранки в душе, большинство проработаны. Или представьте, как зубного. Зубной, который улыбается, а у него зубов нет. Клиенты не будут приходить условно. То есть мы забываем лечить свою душу. То есть, например, если у нас болит зуб, или зуб уже надо выдёргивать, ну всё болит, мы уже не можем спокойно есть, спокойно спать. Вот зуб болит, всё болит, болит. Мы бежим к врачу, и, например, он нам выдёргивает зуб. И дальше мы составляем план лечения, лечим зуб. Но также и в психике есть раны, которые надо проработать. Если у психолога условно метафора духовные раны как зубы, если у психолога ранки в душе как дырявые зубы, зубов нет, то как он будет лечить людей? Ему сначала надо составить план лечения. Год-два вылечить свои зубки, поставить новые зубки, вылечить. Это долгосрочная работа, год-два, смотря какая точка. И только потом, да, психолог будет способен помогать людям, смотря мы в какой точке. То есть мы привыкли лечить свои зубы, но и надо привыкать лечить свою душу. И в профессии остаются только психически здоровые люди. Но остальные, понятно, могут быть в детской позиции, но есть последствия. В общем, важно помнить про маркетинг, про взрослую позицию, про то, что надо давать рекламу. Вспоминаем зефирный эксперимент, когда человек способен сейчас не съесть зефирку, а съесть её потом. И такие люди, они более успешны. Так и мы в профессии психолог-коуч. Когда мы даём рекламу, записываем видео, статьи, мы понимаем, что зефирку мы получим не сразу. Не сразу придёт клиент, студент на наш курс, в нашу программу. То есть это какой-то путь. Для этого важна взрослая позиция. Помним про зефирный эксперимент. Должна быть сепарация, внутренняя опора, безопасность внутри на уровне ощущений, тела. То есть и связь с высшим «я», внешняя опора. Если человек созависимый, ищет гура, наставника, в детской позиции, в манипуляциях, в токсичности, у него ранки в душе болят, как зуб, уже надо вырывать, он шатается, а человек ходит болезненно. Или представьте, как рана, идёт кровь, а человек, да нет, всё нормально. Также и в душе есть раны, которые кровоточат, их надо лечить. Должна быть связь с высшим «я», выход за пределы себя с чем-то большим. На определённом уровне нам не нужны гура, наставники. У нас есть прямая связь с космосом, с жизнью, с Богом, со Вселенной. И часто психологи, которые не остаются в профессии, у них нет сепарации от родительской фигуры, нет внутренней опоры, нет безопасности внутри, на уровне ощущения и так далее. Нет связи с чем-то большим, внешняя опора. Вот представьте, как шторм в океане. Если шторм в океане, вот этот поплавок или спасательный круг нам может помочь. Это в том числе связь с чем-то большим, с Богом, с жизнью. То есть потребность в интеграции, выход за пределы себя. Вот этот поплавок нам нужен. И когда шторм, море штормит, у нас есть поплавок, у нас есть связь с чем-то большим. Но иначе мы созависимые ищем наставника, гуру. Да, специалисты нужны, надо к ним обращаться, но со взрослой позиции. Если мы берём профессию психолог-коуч, то много созависимых, много психологов, у которых гнилые зубы, метафора раны в душе. Их надо лечить, срочно кровоточить тело, душа. И понятно, если у нас много кровоточащих ран, понятно, первый год профессии мы не выживем. То есть понятно, все из нас, мы находимся в определённой точке А, каждый психолог. Параллельно и работаем, и повышаем квалификацию, ходим к зубному, к психологу, занимаемся спортом. Это параллельные процессы. И работаем, и повышаем квалификацию, работаем со своей душой. То есть основной инструмент психолога — это он сам. Мы работаем своей личностью, своей душой, с душой человека. Поэтому наша душа должна быть в норме эмоционально, психически, физически и так далее. То есть материально и невидимо, то есть наше тело, психика должно быть в норме, как певец следит за своим голосом, чтобы петь. Также и психолог, чтобы работать с клиентом, нам нужно следить за своей душой. Подумайте об этом, поразмышляйте. Дальше. В школе есть киноанализы, 15 киноанализов, и есть киноанализ в фильме «Начало». То есть когда мы переводим метафору на работу профессии психолог-коуч, есть опасность в профессии по статистике, как есть риск заразиться психическим материалом клиента, мысли, чувства, образы, ощущения в теле, смыслы, то есть по всем уровням. Если мы заражаемся этой токсичностью и не знаем, как себя от этого очистить, конечно, мы в профессии не выживем, и мы остановимся. По статистике многие образовательные программы по коучингу, так как они не знают, что такое перенос, контрперенос, то есть те коучи, которые не консультанты, которые не знают, что такое передача внутренних состояний, перенос, контрперенос, они начинают работать первый месяц в профессии, и всё. Они заражаются психическим материалом, то есть профессия действительно опасная. В этом плане есть и талант психолога, мы это принимаем, но есть опасность, если мы талантом не можем пользоваться во благо, мы сами себе вредим и другим, то есть мы можем получить вторичную травму от клиента, заразиться его токсичностью. В этом опасность профессии. Те коучи, которые не изучают глубинную психологию, у них уровень выживаемости максимум месяц-два, всё, мы теряем человека, его нет больше в профессии. Психологи, которые, психологи-коучи, которые проходят глубинную подготовку, как в моей школе и других школах, там уровень выживаемости в профессии больше, но всё равно, если человек находится в инфантильной позиции, не даёт рекламу, то есть навыки повышает, повышает, это как качать только левую ногу, пресс левой ноги, человек качает одну ногу, а вторая тоже есть, то есть повышаем квалификацию, даём рекламу параллельно, то есть многие психологи находятся в созависимой позиции, в детской позиции, и повышают квалификацию, но забывают про рекламу, про взрослую позицию. Если берём фильм «Начало», когда там главный герой погружался в сон, и там есть риск остаться в этом сне, переводим на профессию психолог-коуч, есть риск заразиться токсичной фантазией и остаться в ней. В фильме была юла как признак того, когда мы расслаблены, и наше тело расслаблено, мы не в сценарии Е, то есть тело нам помогает отслеживать, мы в токсичности, в негативном сценарии или нет. Когда мы в токсичности, по телу мы заражаемся этой тревогой, токсичностью клиента, как будто бы мир небезопасный, есть несправедливости и так далее. Вот, поэтому привела такой пример, что психолог тоже, он когда погружается в сон, в токсичность клиента, в реальность клиента, надо как самому быть осознанными, чтобы мы выходили из токсичности и выводили оттуда клиента. Ещё Георгий Штиль, это актёр наш, русский, ему сейчас 90 лет, ну, в России живёт, Россия многонациональная страна, в этом наша сила, особенность, ну, как я понимаю, и вот Георгий Штиль, он в Санкт-Петербурге играет, недавно играл в театре, большой драматический театр Товстоногова, и, если я не ошибаюсь, через две недели тоже в Петербурге он играет в пьесе «Губернатор», то есть ему 90 лет, он играет, он любит свою профессию, и он говорит о том, что любая роль главная. Также берём профессию психолог-коуч, остаётся только те, кто любит эту профессию, возьмём актёров, многие актёры, ой, я не получил главную роль, начинают спиваться, мир несправедлив, а есть те профессионалы, актёры, психологи и так далее, кто продолжает заниматься своим делом, и неважно, какая роль. Ну, для меня вот Георгий Штиль — это такой пример тоже, что надо любить своё дело, любить жизнь, и в любых условиях делать своё дело, качественно, профессионально, и сделайте для себя определённые выводы. Так и в профессии останутся только те, кто любят это дело. Те, кто заразился психическим материалом, либо не проработал душевную травму, как актёр, который не получил главную роль, два-три года, и всё, он спился, жизнь наперекосяк. Можно и так, пожалуйста, подсоединиться к тёмной стороне самости, либо к дьяволу условно, а можно подсоединиться к светлой стороне самости, библейским языком, если говорить, к Богу. Ну, и мы сами выбираем, кому мы служим. И есть последствия. Мы выбираем тёмную сторону или светлую. Если по юнгу, тёмную сторону самости, либо светлую. То есть мы выбираем, кому служить, и будут последствия. Добавила немножко библейской мифологии, чтобы было понятно. И раны в душе надо лечить, как зубы. Но если мы ходим с дырявыми, гнилыми зубами или вообще без зубов, люди на нас смотрят и понимают, что-то не так. Также и в психике надо лечить. То есть сейчас формируется культура посещения психолога. Мы хотим лечить зубки. И надо также инвестировать деньги, чтобы лечить невидимые раны, раны в душе, токсичные раны. Вот представьте, у нас мы вылечили зубки, всё нормально, зубки красивые, беленькие, ровненькие, приятно кушать, нет дискомфорта. Также и раны в душе. Когда раны в душе в целом пролечены, мы более счастливы, эффективны, как солнышко светим. То есть, а если нет, то, ну, как с зубами. Я вот привела такую аналогию, чтобы было понятно. То есть, опасность профессии в том, что есть риск заражения психическим материалом клиента. Общение без слов. Вот есть уровень сознания, первый, как, первая линия, общение на уровне слов. А есть общение на уровне сознания, бессознательного. То есть, на уровне, вот шестой вектор, клиент передаёт психологу бессознательно мысли, чувства, образы, ощущения в теле, смыслы. Всё это передаёт. И талант психолога, мы это можем взять. А осознанный талант, мы можем это переработать и не заразиться, если в чём-то была токсичность у клиента. То есть, это профессионализм, чёткие навыки, как спасатель, МЧСник, пожарник, там чёткие навыки раз, два, три, четыре, пять, так и в профессии психолог-коуч. Есть чёткие навыки раз, два, три, четыре, пять. То есть, важно быть профессионалом, уметь освобождаться от токсичного заражения, тревогой клиента на уровне мысли и чувств, ощущения в теле. Подумайте об этом, поразмышляйте. Прекратила публикацию. Всё. Важен профессионализм. Есть риск в том, что мы можем заразиться токсичностью, тревожностью клиента. Это не на словах, это на уровне тела. А талант психолога, тонкая кожа, мы это прям чувствуем, мы берём на себя, как губка. И важно уметь, ну, вот эту токсичность убирать из себя. Ну, если коротко. Важно помнить про маркетинг. Многие психологи в детской позиции не дают рекламу. Понятно, нет клиентов. Или вот представьте, вы учитесь плавать два месяца с инструктором, три месяца, а потом перестаёте плавать. Ну, понятно, навык, что-то может забыться. То есть надо либо самостоятельно, либо дальше с инструктором продолжать плавать. Или вы закончили курсы по автовождению, но дальше путь только начинается, надо покупать машину и ездить каждый день. Вот так и в профессии психолог-коуч. Многие проходят курсы, а дальше не дают рекламу, не начинают работать. И пока ещё рекламная пауза 1 марта в школе. И уже через 4 месяца стартует 18-я группа. Рада видеть всех желающих. Если есть вопросы по обучению в школе, тоже задавайте, пожалуйста. Есть открытые уроки. В общем, рада вас видеть в школе, если для вас актуально. И рада вашим вопросам, как в школе происходит практика киноанализа, ну, то есть какая программа. То есть задавайте вопросы по обучению в школе, отвечу. И ещё рекламная пауза психолог Аня Шешина приглашает на интенсив практику. Как найти своё любимое дело. Старт уже скоро. Внизу в Ютубе будет ссылка. Стоит 1000 рублей. И первым 5 участникам, кто присоединяется в платную программу, будет бонус, личная консультация, личное сопровождение. Я ссылку дам в Ютубе, на почте, в рассылке. Посмотрите, кто хочет, обращайтесь, пожалуйста. Аня сейчас в супервизорской группе, повышает квалификацию в школе. В этом году мы стартовали на 5 месяцев. Что ещё? Аня проходила обучение в 13 группе, то есть где-то в других местах. Тоже постоянно повышает квалификацию, любит своё дело. Горжусь Аней и рекомендую её программы. Дальше. К теме эфира. Важен профессионализм, важно повышать квалификацию. И работаем, и повышаем квалификацию. Для этого надо любить своё дело. Работаем, повышаем квалификацию. Приведу пример с мастером по маникюру. Вот такие ногти я наращивала 3 часа. Но если специалист повысил квалификацию, освоил технику быстро, как это делать, такие ногти можно сделать за час 30. Ну и, конечно, клиенты не дураки. Иногда просто устают 3 часа сидеть и хочется за полтора часа это сделать. То есть есть какие-то новинки в каждой профессии. И когда мы повышаем квалификацию, у нас больше клиентов. Мы можем клиентам предложить всё самое лучшее. Если брать мой курс, мой курс, это тоже ускоренная программа. За 10 недель студенты осваивают то, что другие за год или за пять. Но всё не стоит на месте, как маникюр. Можно сделать за 3 часа такие ногти, а можно за полтора часа. И это не миф, это реальность. Также, ну, мой курс можно за 10 недель получить те навыки профессионального психолога, коуча и начать работать. А дальше, ну, практика, практика, работаем, повышаем квалификацию до бесконечности. Вот, не все остаются в профессии. Если мы берём профессию психолог-коуч, важно повышать квалификацию, важна своя стая, поддержка коллег. В одиночку идти сложно. Не выживают те в профессии, кто идёт в одиночку. Важно проработать комплекс спасателя. То есть, ключи, как я понимаю, ключевые моменты. Важно работать, повышать квалификацию, обращаться к коллегам. То есть, есть закон баланса отдавать, брать, когда мы тоже платим деньги за повышение квалификации и нам тоже платят. Вот, ну, какой-то есть закон в жизни. То есть, да, когда мы бесплатно, например, что-то получаем на ютубе, там, в интернете, это тоже работает, это хорошо, но, когда мы платим деньги лично специалисту за какую-то помощь, за какую-то услугу, там в разы эффект немножко другой идёт. Для меня это закон системы, закон баланса отдавать, брать. Дальше, чтобы остаться в профессии, важно проработать созависимость, важно быть в связи с чем-то большим, с Богом, жизнью, то есть, потребность в интеграции и выходе в связи. Так, я извиняюсь, стоматология звонила. Надеюсь, меня слышно, видно. Важно, тогда, ну, подводим итоги. Важна связь с чем-то большим, выход за пределы себя, понимать, кому я служу, Богу или дьяволу условно, какая у меня опора. Ну, библейским языком нам лучше понятно. Дальше, важно, любимое дело, важно прокачивать интеллект, эмоции и ощущения, там находится наша интуиция. вот, но многие, если брать психологов, мы можем прокачивать интеллект, забываем про эмоции и про ощущения, и, конечно, результаты, ну, плачевные могут быть. Есть еще уровень психологической зрелости, условное деление, ребенок, подросток, взрослый. Если психолог на уровне ребенка или подростка, то, конечно, можно и не остаться в профессии. Дальше, важна фрустрация, поддержка. Если мы берем проработу психолога, мы и поддерживаем клиента, и фрустрируем, но, чтобы уметь фрустрировать, проявлять несогласие, где-то быть более агрессивным, открытым, для этого нужна взрослая позиция. Как представьте, стоматолог или хирург, который вырывает зуб. Он, да, есть анестезия, но вырвать зуб надо. Больно будет, потом анестезия отойдет, там, неделю мы ходим и, например, если здесь вырвали зуб, мы на этот зуб неделю не едим, условно, и, ну, болезненные ощущения, они есть. Также и в профессии психолог-коуч мы, как стоматолог, который иногда и выдергивает зубки, мы тоже, как, есть фрустрация, что-то болезненное, говорим клиенту, но мягко, под анестезией, потому что мы поддерживаем клиента в том числе. Вот. Также все слайды будут в телеграм-канале. Исцеляет личность психолога, это я сказала. Всё, тогда всем хорошего дня. Надеюсь, вы уносите для себя ключевые смыслы, что профессия психолог-коуч, она и опасная, есть риск заразиться психическим материалом клиента. и в профессии мы не выживем, ну и в жизни, конечно, это как эффект домино, и в жизни у нас не всё достаточно хорошо. В социальных сетях, в ютубе пишите вопросы, комментарии, размышления, я всё прочитаю, и если будет актуально, дальше поговорим про маркетинг психологических услуг, про то, что в профессии остаются не все. только те, как у актёров, для кого любая роль, она главная, кто любит своё дело, связан с чем-то большим, понимает, кому служить, присоединяться к светлой стороне самости, если мы берём научный язык. В общем, желаю получить для себя ключевые смыслы по своим целям и задачам. Рада видеть всех желающих на личных консультациях онлайн, либо в Санкт-Петербурге. Рада видеть всех желающих на своём онлайн-курсе «Профессия психолог-коуч». И обращайтесь, пожалуйста, к выпускникам школы. Вот я презентовала, психолог Анна Шешина приглашает в свою программу «Как найти любимое дело», как найти любимое дело, призвание, стоимость тысячи рублей символически. То есть обращайтесь, вы увидите этот эффект, когда мы платим специалисту, мы получаем в разы больше от специалиста, от жизни. В общем, приглашаю в программу «Анни» тоже. Ссылка в Ютубе тоже будет. Всем хорошего дня. Желаю любить своё дело. Желаю иметь внутренние опоры и внешние. И желаю, чтобы любой ветер был для вас попутным. Всё, увидимся в следующем эфире. Всем хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»